вот кстати когда с тобой говорили насчет того что господь пришел для того чтобы исполнить да он говорит я пришел чтобы исполнить закон и пророков мессианские евреи общались вот в чем они знаешь они вот у них такая хитрая вот есть лукавство такое очень хитрое они вроде бы все подгоняют да я просто знаешь что заметил что они не хотят все равно ты тут терять избранность и ты понимаешь а там же я у них такой момент интересный у и у евреев нашел в их диалогах они когда они короче говорят так что сказано что все пророки когда до христа да то есть вот христос и все все пророки все пророчества все одна на них остановились как бы там есть этот момент где-то написано в евангелии просто сейчас не помню что все вот исполнение пришло как тут смотреть что самое интересное и они как бы опять это все раз и закрыли да а тут же есть такой момент вот и задумайся если бы все исполнилось да а в то же время помнишь он в одиннадцатой главе это измерить потому что он уже готовый внутрь его измерить а это не мерить не трогай потому что это еще не исполнилось внешний двор храм ну то есть понимаешь он это еще не трогать не меряет еще не то еще язычники нашему ты меня сюда интересно я дошел смотри вот если бы не было важности вот во всем этом вот мы когда говорили что вот он пришел исполнить он ведь я пришел исполнить да и в то же время сказано что мы через моисея был дан закон да а через иисуса произошли то есть вот и но это как и святые трактовали дашь он как владыка то есть он от него произошла благодать то есть он ее как бы как владыка дал то есть как полноценный как не смотри самое интересное что вот если все вот эти ключики когда пазлики собираешь основные фразы да вот эти слова и самое интересное а какая благодать то надо было вот все говорят что благодать там это великая милость бога там было было дано нам усыновление там это и ты понимаешь что вот смотри его древние называли примиритель до искупитель наш они удают помнишь юга я знаю что искупитель мужик то есть они уже знали как он нужен оба в то же время он вот это сказано вверено им слова иудеем и то есть вот этот заклон был дам через моисея тоже не просто окон да то есть они вам видать вот этот виноградник вот этот болдом они его возделывали вот этот корень вот это родовая вот она она почему вначале вот до меня дошло она не прививалась нигде не прерывалась даже какие бы ни были там гонения там один человек оставалось но он сохранял корень понимаешь почему вы вода вот эту вот это вот он вот это виноградная лоза наросла корень вот этот рост и все равно пришел к тому что когда это все созрело вышел плотно благодать примирить то есть он исполнил уже непосредственно и пророку всех но самое интересное они видят еще евреи гаданик на этом все 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 пророчества все да это как бы это а мы-то видим другое апостол говорит что вот эта благодать господь наш вот это вот примирение наши дали искупления усыновления она еще и плюс открывает снимает покрывало светлого завета а зачем снимать покрывало с того что стало ненужным вот задуматься не то есть значит получается снимает покрывало с какой-то тайны то есть получается что в верхнем завете во всех этих пророков во всей вот этой вот вот как это все росло как это все возделалось там от начала почему он сказал ягод альфа я бегу там от самого начала творения и до самого конца судьбного дня там скрыт очень большие и и мы видим сами там и тогда вот это вот благодаря христу нам открывать что айса и говорила о наших днях и ездор говорил о наших днях значит получается они уже ошибаются в том что говорят что все исполнилось вот я сегодня сидел тоже думал благодать да а в чем это вот благодать еще заключается ведь многие этого даже не увидели ты представляешь вот задумайся когда его ученики ему говорят господи а как нам молиться и он им говорит отче наш или понимаешь вот вот вдуматься он и открывает по сути представляешь какую нам открывает благодать называя всевышнего то есть всевышний никогда никому так не открывался а через иисуса он говорит отче то есть сам в сыне он сын изрекая вот это слово отче дает как бы нам эту молитву понимаешь какую благодать вам дают нам подожди тут надо знаешь как уточнить кому нам у это же дается ученикам принявшим иисуса тоже не просто всем людям дано это это я непосредственно это он же так и говорю внешним не дано а вот те которые он как сказать что а тем которые примут дана власть то есть понимаешь вот а иванга тем которые примут его и дана власть вот это вот уж часто чадами так не просто чат и вот эта молитва прилагается сразу идет это очень то есть и мы как бы вот и вдумайся то есть он открывает нам по сути христос нам открыл бога еще и как личность не просто как какое-то божество а вот непосредственно как вот личность то есть наш вот то есть получается вот это вот семейное такое вот что-то чистое такое мы должны как бы свою боль печаль мы уже не просто как какому-то божеству молимся да вот что с тобой происходит на данный момент ты всю свою боль беду изливаешь ему до изливаешь уже не как какому-то божеству а как вот понимаешь как вот какому-то родному то есть вот близкому который ты знаешь он за тебя вступится он тебе плечо свое подставить не просто подставить он за тебя умер пришел да то есть представляешь он нам такую близость открыл вопрос к чему это говорю просто православных обвиняют в этом закончестве что опять вот это законничество но смысл то понимаешь вот что закон господь стал я пришел его исполнить закон про он исполнил он исполнил обетование вот эти все он исполнил пророчества в отношении иудейского народа то есть и они принесли свой плод они принесли они его садил и но в то же время пись с этой передачей получается засаживается что-то новое более грандиозно вот как писаю он понимаешь вон вот многие это не понимает а он же говорит много сначала идет истина за ней идет правда а за правдой уже идет суд то есть мы видим что господь мало того что вот он исполнил да все вот но он еще и посеял он посадил грубо говоря он посадил он дал нашей вот православной церкви он дал вот эту благодать но уже закон он дал в другой форме он вроде бы нам у нас опять какой-то знаешь такой сформировался да вот закон как бы вот но в то же время у нас есть такой закон который превыше всего закона он говорит ну а если ты исполнишь две вот этих заповеди возлюбие отца своего до господа бога больше чем потом возлюбие ближнего самого то этот кто совершит эти две заповеди он исполняет весь закон исполняет закон то есть он закон есть понимаешь он не сказал что там он стал исполняет то есть он как бы в тебе уже живет ночь он есть почему вот я вот там один написал вот я я ему написал бы для вас это тупик вы не понимаете что в откровении написано песни аганца и моисея вдумайся вот песни аганца и моисея которые только они будут знать то есть не просто так сказано песня аганца и моисей будут петь вставишь ты даже в откровении мы видим этот след и и вот самое интересное что знаешь на чем тоже думал вот этот вот они говорят секта там православие там это а как вот смотри если мы видим что в евангелии есть такое и родословные написаны ветком завете мы видим родословные написаны понимаешь вот это родословные это же по сути родословные вот этого корня виноградника то есть церковь не прерывалась она передалась и она как шла вот так вот шла они получается взяли до пришли якобы вот мы взяли у вас слова и ушли там его где-то посадили ну это вот так вот получается да взяли у вас ростовку пошли там посадили где-то потому что а подругу родословные не палась она так как шла она так идет закон не отменялся то что он говорит а вот то есть по исполнит вот 2 исполняет эти две и он стал здесь хочу немного это утащить ты говоришь церковь не прерывалась народ божий наверное не прерывался то есть к лозе виноградный к народу первому был росток а церковь она началась с апостола петр я осем камни ты не задумывался о важности того слова даже вот знаешь такое слово виноград для чего нужны виноград чтобы виноград виноград он как бы мы знаем дождь винограда делается вино то есть это истинное учение и получается что истинное учение она если бы она где-то прервалась вот так виноградник это да вот даже возьми у евреев где-то вот раз ира родословная закончилась а потом где-то потом возникло непонятно такого не было почему так четко не я говорю о чем то что это церковью не но не называлась назывался народ божий да я тебе не говорю про я сейчас про церковь не говорю церковь это как раз там где вот как это сказать вот ты понимаешь это же надо все как-то обозначить надо и надо знать что где собираются то есть соответственно есть вот это вот как сказать дом молитвы потом наречется дому молитвы для всех народов то есть он как бы обозначил это место вы дома отца моего сделали вертепом разбойников да потому что оно должно это место быть обозначено как ни крути и а вот важность уже кто там собирается и и кто виноградаре кто смотрит за этим виноградарем и кто возделывает это вино а вино это вот как вот был иудаизм вот он почему они обстоят но он родился вифлеем иудейском да иудейском то есть подчеркивая учение иудейской то есть он из этого вышел он из этого учения вышел теперь опять это учение только православная она уже вот этот виноградник когда я пришел в православие с чем я столкнулся я столкнулся со злыми виноградами и они меня оттолкнули грубо говоря вышвырнулись виноградник своей вот этой ну понимаешь но когда я встретил настоящего винограда выставцы то есть и благодаря ему я подчеркнул значит я подчеркнул чай помню учение настоящий православный вот вот это учение его мудрость не не закон а вот как тебе сказать вот непосредственно само учение вот ты понимаешь почему они говорят православие православие они хоть один из них святых отцов наших читали они хоть один из них глубину вот этой мудрости из них почерпнули кто из их них пророков и пастырей может похвалиться такой глубиной мудростью никто даже знаешь вот есть такое свидетельство я всегда его говорю я даже недавно монаху одному отшельнику сказал он аж стрепенулся такой на меня смотрит они даже даже православные они об этом не думают ты понимаешь знаешь я сейчас скажу это это вот это должны каждый православные знать вот это можно сказать подтверждает истинность православного учения которое отвергает вообще все на корню все протестантские течения знаешь что это вот такой догмат а можно сказать даже ввести как только не то что да вот сейчас поймешь когда господь наш примерил человеческую природу да с богом усыновил и вот православные святые они совершая подвиг христов у как бы с распинать ему и совершая вот уподобляясь христу знаешь что с ними происходит это вот с протестантами этого никогда еще не происходило не думал чтоб чем самое основное что с ними происходил вот я тебе сейчас скажу когда они вот чем они засвидетельствовали даже не они вот как вот ага господи нашим сказано что они он господь свидетельствовал да то есть его сам бог засвидетельствовал на себе не свидетельствовал и получается а наших святых засвидетельствовал сама земля то есть ты понимаешь о двух можно сказать да я не знаю что там за дух церквей тысячи час да там какие-то духи там какие-то духи там какой-то дух святой там какой-то дух святой и можно сидеть и думать и вот мы сейчас пойдем их всех испытывать да нам жизни не хватит какие от бога какие нет и тут при приходит такой очень серьезный момент который отвергает а не то что даже отвергать вот и понимаешь я вот вчера читал как раз шиву слушал протокол грузинского цветов там вообще мощь в себе с распялся христу такую вот жизнь как вот эту православный дух в нем такой был почему я сейчас скажу в какую важность имеет православный истинный дух если достигает вот его святые отцы все кто его достигал берем серафим саровский дружил с медведем медведь ним уходил в гости берем вот этот шива к нему голод прилетал ему приносил еду каждый день то есть хлебом и приносил мало того там в деревне начали волки пришли на скотину резать о и пришли к нему жаловаться деревенский говорит помоги нам бачка но он приходит в лес собирает эту стаю идите сюда проказники и давай их там это волков этих воспитывать ты вот вдумайся то есть протестанты такое может они они даже не подпустит к себе а это это совсем и православными святыми такое происходило с нашими ты понимаешь как земля засвидетельство ты вдумайся как земля засвидетельство сама земля засвидетельство истинных свою истинную вот эту вот виноградную вот это вот понимаешь про чё говорю тебе сейчас и даже православный я не понимаю чему они этого не осознают я когда это начал монаху рассказывать у него глаза вот так по пять копеек он смотрит и и он понимает что это то ты понимаешь он он смотрит и откуда я вроде такую знаешь колхозником начиная это ну я к чему тебе говорю и вот представляешь вот этот шиву он этим волкам начинает говорить и говорит давайте все собирайтесь и уходите отсюда а вожаку будет а ты останешься и будешь охранять тут все и вот он остался охранял и там короче пропала так мало того этот волк еще пас монастырских ослов рассказал и вот он пас монастырских ослов и получилось так пропала одна овца не раз опять год вот овца про и он этого волку потом дать подзывает и говорит что что казник делать ты решил по хитрому значит я тебе доверил стану с ним разговаривать там все а вот показывать пойдем и вот скажи что они не понимают это просто они нас не понимают наш мы слишком отупель понимаешь вот приводит куда-то в скалы и показывает ему смотри она сама упала разбился он смотрит г смотри какой-то молодец честно не отпустил вот иди ты свободен и он ушел это тоже это я один пример рассказал а сколько примеров когда вот там я слышал один святой пришел воду на родник пить старец пьет воду а там муравей короче захлебывается ну тонет он его раз на пальчик вытаскивает оттуда муравею так встает поклонился ему и пошел блаженный феофил был такой вот и там я не знаю в деревне в какой-то по моему был бык в стадии и он настолько разбушевался что уже перестал не подпускал никого снова дичал просто сверпел такой вот и хотели убить его лайт феофил пришел вывод дайте его заберу себе вот и смотрит уже через там день или два он уже этого быка повозку запряг вместо коня и ездит на нем и тот подчиняется ему но он ездил на огромные расстояния на этом быке вот и заметь там в откровении даже есть что когда дьявол разбушуется да и пустит воду чтобы поглотить всех а от этой а церкви да вот этих от семени и и пустят воду и сказано и земля откроет уста свои земля опять понимаешь опять земля она спасет своих верных она спасется но церкви земля спасет а они понимаешь они как не понимают они думают что там дух какой-то их этих духов сейчас тысячи которые под креста в игру и мигрирует да подержать это дух мира их интересует абсолютно мирская жизнь благополучие в этой жизни вот и все чем они интересуются это даже начиная от можно сказать даже но приверженцев проект православию самых близких православию баптистов они для них пост уже ничего не значит а если человек сторониться поста а господь сказал что рот сей лукавый и прелюбодийный спасается только постом и молитвой только постом и молитвой а не пост и молитву отвергают понимаешь значит они и у них нет возможности спасаться никакой один пришел бы в пустыню и когда уже достиг вот этого нашел смирение вот этого благодать такой рядом с ним забил родник и причем это у многих святых такое было родники начинали рядом с ними родник забил и выросла финиковая пальма который ему давал круглый год финики просто вот раз выросла какую-то у ионы дерево туда за один день ставишь и он сидел у него вода и финики всегда были или это вокруг там где-то зима вокруг него лет постоянно вот это дух святой да вот благодать что даже не может никакую зло туда вторгнуться а если приходится для воспитания там господь подпускает баптистом с одним разговаривал вот и спортак вы зашел он будет и вот они пишут о себе там они по пол жизни не мылись ты представляешь как от них воняло я тебе вот я свидетельствую я шесть лет уже не моет матушка там эти места все вот эти интимные знаешь а так я тело вообще не мою ну то есть я бы ты попробуй подмышками неделю не помоем у себя да а он и штучный такой вот какой запах будет улыбание я каждый день против протираюсь моют меня он тоже лежачий такой вот а я 6 лет уже не моюсь и от меня люди не чувствуют запаха вообще никакого то есть я свидетельствую о том что это и эти люди не мылись и никакая зараза к ним не прилипал и запаха от них не было никакого ну да для них бесполезно это знаешь как это просто нужно у меня вот вот наверное господь вот дал год как я не знаю это лапкинышка говорит по помойкам сектантским и вот господь меня провел и причем он знаешь вот дал еще такое смирение и любовь к ним особенную дал господь чтобы я с ними нет да я вообще спорить не люблю знаешь как если допустим допустим отстаивать мнение свое я вижу если даже и не прав человек не по писанию я с ним ни за что спорить не буду я здесь заявляю вот свое мнение и все и вот господь меня провел он и причем по всем каких с какими только я не общался ты себе представить не можешь там ну ты можешь конечно представить вот там чё только они не говорили и тут что только не писали но после общения стопух с собой я у меня глаза открылись господи где я был и все я зарекся и она свершая все я больше с ними ни с кем общаться не буду вот и я постараюсь это слово сдержать я раньше этого тоже не замечал а сейчас до меня дошло можно там рассказать 2 и вот как у меня наставник да он мог один день пообщаться и видит если человек что он не ищет а хочет доказать свою точку он ему наслезил уходи и ходить понимаешь все он шагу чтоб тебя твою тут ноги не был потому что он видишь у человек он пришел не для того чтобы чет найти а для того чтобы тебе навязать и доказать свою точку зрения и вот таких вагонек он это уходя многие говорят что он уже в миру это антихрист и видать от него ты дух идет вот этот вот сила и она действует понимаешь уже на них вот он действует так вот таким образом да по сути каким образом чудесами знамениями и потому что эти гости многие православные мне ну я тебе уже говорил пишут а ты видел в этом вот там вообще там такое там там такие чудеса там ну и чё ну это все уже при этом уже правят уже сказано что это будет что-то удивляешься тут че удивляться тут в том-то и дело что с огромное чудо сейчас в наше время это веру сохранить истинную настоящую почему не стал как вы и все святые многие они говорили что чисто за одно за то что веру сохранишь спасешь потому что вот задумайся я тоже знаю за ну это до какой степени значит будет искушение чтобы перейти на другую сторону не какую-то там тебе даже чтоб ты отрекся да а такой соблазн соблазн что ты вот это да да а чё это такой мертвый закон обетование а вот тому же благодать там благодать там надо в благодать им пойти и нырнуть пошел нырнул и не вынырнул вот что их пугает их пугает они думают что у нас православие они не видят тому что основное как бы концепты и вот самое основное чему учили святые отцы они учили вот этому смирению терпению послушанию то есть вот самым таким фундаментом на которых тебя никогда никакой враг а им хочется сразу они говорят вот у вас православие слишком уничижение такой вот вы сами себя уничтожаете что недостойные там это и ты понимаешь они не могут вот я даже я же ну я принесу тоже раньше не понимал да как так это вроде так они же почему тут знаешь они считают себя царственными первосвященниками они даже дерзость такая что я царственный первосвященник мне все грехи прощены и они но если вы такие святые это получается выше уже присаж какой они святки уже сейчас достигли да в своих своем в этом коробочке свои вот выходи вон с криками выходи с криками пошел вон выходи дух непрощения вон выходи с криками по он вау 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 а нач吼 поговорить в Sect Courtney так что ты говоришь Я силен. Что ты говоришь? И какая у тебя сила? Никакой. Вот именно, по сравнению с Иисусом Христом, ты никто. И ты сейчас выйдешь, у тебя нет шансов. Имя Иисуса. Я хочу остаться. Я хочу остаться! Я хочу! Я хочу! Мало ли что ты хочешь, а я сказал, что ты выйдешь. Ты мне в ней хорошо. Конечно тебе в ней хорошо, но вот твоя аренда закончена. Видеть? Да, да, да. Я говорю так! Кровь Христа сейчас на тебя, она касается тебя, дешевле. Я говорю так, кровь Христа сейчас на тебя. Она касается тебя. решать. Во имя Иисуса выходи. Выходи. Вон. Вон. Выходи. Выходи, сказал. Вон. Пошел вон. Вон. Так. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Кровь Христа на тебе. Пошел вон. Выходи. Вон. Выходи. Выходи. Все. Вот так. Слушайте меня. Имея Иисуса Христа сильнее тебя. Я тебе приказываю именем Иисуса Христа. Ты знаешь, что я тебя и знал. И ты обязан сейчас подчиниться. Аминь. Аминь. Скажи, я люблю Иисуса. Я люблю Иисуса. Кровь Иисуса на мне. Аллилуйя. Восстание. Они не знают даже воли Божьей, почему там это так происходит. Но они приказывают всем во имя Иисуса Христа. А у нас святые просто говорили, Господь, если возможно, да, там, упрашивали его, молили. Знаешь, не дерзали даже. Потому что они говорят, а, ну, он же не знает, какая там воля. Там, понимаешь, вот в чем и глубина мудрости в православии, что они, как и Христос, они говорили, да не будет моей воли очень. А так, как тебе угодно. Наша воля, она какая? Мы видим, и мы, у нас начинается сомнение, мы начинаем бояться, там, что-то пугаться. И начинаем сами себе сомневаться и говорить, я это не смогу, это, я не это. И... А у них нет, у них этого нету. И сразу командирский тон, я тебе повелевая, дьявол, пошел вон отсюда. Я тебе приказываю. А он с ними играется. Он говорит, так, отойди. Да, именно играется, да. Он говорит, так, ты отойди от этого, ты перейди туда, он. Подергайся, там. Ну и все, игрыщи устраивают вот эти вот. А скажи, как, знаешь, одна мне, там, протестантка, они мне, кстати, недавно писали, там, они дали мне, там, говорит, два месяца тебе даем на покаяние, чтоб ты все свои эти удалил. Два месяца на покаяние, глядя. А потом, говорит, над тобой судьбожий будет. Что есть пост, да, вот почему они отвергают пост. Они даже не понимают, что пост, это когда человек перетряхивает свою, вот, как он, как ты сейчас живешь. То есть, он, как бы, понимаешь, как бы фильтрует вот это все, да, ты же, ты же не святой. Даже если ты святой, ты в православии, он никогда не будет думать об этом и знать об этом. То есть, он себе в голову это забивать не будет, только при великой прелести, он себе забьет в голову, что он святой. И, понимаешь, в этом-то и происходит. Если человек, на самом деле, в каком-то, вот, я знаю такие случаи православных, женщины достигали, вот, они входили в великий пост, и, представляешь, от них отходили, в какой-то момент приходил пост, уже, видать, и отходили смертельные болезни, которые, ну, были очень серьезные болезни, они уходили. Да, я таких случаев полно знаю. Да, то есть, видишь, процесс какой-то произошел, вот, какое-то вот отмысление, вот это вот очищение, вот эта вот глубина какая-то произошла, а, соответственно, и какое-то наполнение духовное происходит. Вот благодати, то есть, но благодати, которая дается по мудрости, по той мудрости, которая тебя не изуродует, которая сохранит тебя, сохранит в пределах, вот как раз таких вот пределов, как сказать, на которых ты можешь противостоять вот всем этим князьям поднебесной, на своем уровне понимания. А у них нет, у них все грани стерты, все, я Христа принял, кровь его омыт, я святой, и понеслась. Это получается, вот задумайся теперь вот во всю эту систему, получается, они себя считают богами. Но это закамуфлировано внутри, вот это я до такой степени их не внутри обожествило себя. То есть, представляешь, какая прелесть? Потому что если, вот сейчас о чем мы говорили, нету никаких вот этих духовных броней, потому что ты царственный первосвященник, ты приказал, вот и видишь, о, ты видишь, что происходит? Вот какая благодать. Если ты, тут же легко проверить даже на основании Писания, если ты священник, да, если ты имеешь силу такую огромную, то есть и бесов изгонять, да, значит, у тебя вера такая сильная, то тогда скажи, горе сей там, или хотя бы лужу какую-нибудь из суши, скажи, вода выйди вон из лужи, из этого, без ямки, из этой. Это помнишь, какой святой-то, который город передвинул? Не помнишь? Я помню, как зовут, не помню. Да, его, говорит, весы скидывали, скидывали, он пришел на одну гору жить, а его, они тут скидывали, он возвращался, в итоге они убежали оттуда. А когда, то есть, ну, видать, уже такой он достиг благодать, смирение всего, и к нему кто-то пришел, говорит, и вот как раз спросил про эту. И он начал объяснять, говорит, ну, это как тебе объяснить? Ну, смотри, говорит, вот в горе, когда скажешь, там, чтобы она, я, говорит, гора пошла туда. Он говорит, стой, 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 вернись назад, и она раз назад тут вернулась. Я же, говорит, тебе не приказывал, я только подумал, я только сказал, а ты уже пошла, вернись, говорит, назад. Ну, да. Наше главное дело возвещать, а, знаешь, много еще людей, мне, женщины в основном, знаешь, у них, вот, кстати, что у них сильно, это мужчины, у них много очень мужчин, они, а он-то, мужчина, он имеет сильную веру, женщины, они, вот, как бы, колеблющиеся такие, я просто видел среди них, они вроде и к православию, и туда, и сюда, вот, они и колеблются, а с мужиками посложнее. А у нас, у нас, в православии, у нас мужиков мало, вот, чего это наше слабое звено. Было бы у нас вот таких вот, знаешь, вот, не то, что там, это, слабеньких, а таких вот посильнее, в духе таких вот громогласных, вот, которые как раз вот в таком духе мужском, и могли бы сказать, да, я, я православный. Знаешь, что испытывают православные сейчас все, настоящие? Они, по сути, испытывают конец света. У всех православных уже, по сути, идет конец света. То есть, у настоящих православных, которые сейчас в молитвах, то есть, вот, по-настоящему, у них происходит такое внутреннее, как бы, я скажу, вот, как мне один пишет, говорит, вообще, говорит, так, говорит, тяжело, говорит, я вообще, говорит, не понимаю, что происходит. А я говорю, а ты понимаешь, что у нас уже происходит вот эта борьба с антихристом? Мы, по сути, уже в такой, у нас битва не на жизнь, а на смерть, внутренняя. Мы, как бы, его чувствуем. Он вошел, и мы чувствуем его. У нас вот это, поэтому, и сейчас, понимаешь, и идет такое давление, вот, ты возьми. Они об этом, они все радуются, прыгают, у них, они как шарики там летают, да, у них все хорошо. Сейчас Господь придет, и у них даже, а тут нам идет вес по полной программе, вот, задумайся. Везде сейчас все православие, оно, почему они и захватили власть, вот, понимаешь, потому что, не мытьем, так катадим, потому что, видишь, пастыри расставили бездуховных, и все, и народ, как бы, ну, то есть, честная битва идет по всем фронтам, то есть, и со всех сторон. И поэтому сейчас мало кто может это, это вот Бог, наверное, по милости многих просто держит, что и хорошо, что они многие вещи не задают себе вопросы, почему, как, а вот чисто вот просто в вере живут, да, и это не спасает, по сути. А вот как раз те, которые начинают, не понимая, вот, соблазняться, а вот и вы задумайтесь, а почему, ведь как раз идет, ведь 17-й год в России, это ведь была прежде всего борьба с православием. Вы даже задумайтесь, для чего дьявол зашел в Россию, да только для того, чтобы сломить вот это вот, то, что там попы были какие-то, да были попы, но были и святые, были люди, которые не отреклись от веры, которые погибли вместе с храмами, которые, понимаешь, которые не приняли мандаты, и вот они пришли, когда, да, вы даже, что так глобально повалили православие, глобально напали на него, это уже стоит задуматься. Брат, давай, а то у меня сейчас эта дочка собираются, уезжают, мне надо попрощаться с ними. Спасибо. 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 Спасибо.